Это Ноябрьск 24. Здравствуйте! Сейчас о главных событиях этого дня. Повлиять на результат уже невозможно. Голосование за Человека года 2017 завершено. Когда Ноябрьск услышат имена обладателей? Из развлекательного центра прямиком в больницу ребенок получил травмы при прыжках на батутах, что говорят врачи. И Новый год не за горами. В городе идет активная подготовка к главному зимнему празднику. Как преобразится Ноябрьск к 31 декабря? Итак, до раскрытия интриги ждать осталось недолго. Уже в пятницу вечером имена победителей ежегодной премии Человек года будут названы. Интернет-голосование 7 декабря в 18 часов было прекращено. Повлиять на результаты уже невозможно. Сейчас идет подсчет голосов. Напомню, в четырех номинациях это «Женщина», «Мужчина года», «События» и «Компания года» судьбу участников конкурса решали исключительно жители Ноябрьска. Всего чтено больше 12,5 тысяч голосов. Торжественная церемония награждения начнется 8 декабря в 18.00. Прямую трансляцию премии смотрите на телеканале «Ноябрьск-24» в наших группах в социальных сетях. В Ноябрьске полным ходом идет подготовка к Новому году. На нескольких городских площадках возводят ледовые скульптуры. На улицах устанавливают светодиодные украшения. Подробнее о том, что увидят жители к празднику, расскажет Екатерина Бруцкая. Звук бензопилы не умолкает на этой площадке ни на день. Ледовые глыбы весом около 50 килограммов каждая обтачивают, чтобы по кирпичикам создать произведение искусства. Этот городок у здания «Газпромнефть-Ноябрьск-Нефтегаза» посвящен культуре коренных народов Севера. Его возводят в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Над скульптурами трудятся ижевские мастера. Говорят, работать с необычным материалом для них не в новинку. У меня, допустим, есть опыт. Я работал с различными материалами, да, то есть там и с пластиками, и с древесиной, и с глиной и так далее и тому подобное. Лед, он классный. Просто, когда такая погода стоит, вот мне, как художнику, это очень удобно. Потому что он мягкий, а в минус 30 он твердеет. И инструмент, и все, ну, гораздо медленнее получается работать. Активно готовятся к фестивалю ледовых скульптур и на центральной городской аллее. Здесь возводят самую масштабную в городе праздничную композицию. Для этого из местного карьера добыли 340 кубометров льда, привлекли 19 мастеров. В итоге к 24 декабря на этом месте появится 11 сказочных фигур со светодиодной подсветкой. В этом году мы, как организаторы проведения фестиваля ледовой скульптуры, выбрали тему «Пушкинские сказки». Мы подумали, что эта тема очень известна горожанам города, она интересна, разнообразна, потому что все с детства воспитаны на сказках Пушкина. По словам организаторов, особенно городок понравится детям. Они смогут прокатиться на трех видах горок, посидеть на огромном троне и отправиться в маленькое путешествие по лабиринту. Специально пошли по этой стороне, хоть уже и ребенок немножко капризничает, чтобы посмотреть, как это здесь. Смотрим, уже елочка стоит, городок строится, очень приятно, радостно чувствуется приближение праздника. Чтобы жители ощутили приближение праздника в полной мере, в этом году власти сделали акцент на световом оснащении. Одним из самых ярких районов города станет территория у Дома культуры «Русь». Возле кинотеатра расположится гигантский подарок. А рядом с торговым центром установят декоративную светодиодную арку. Также во втором микрорайоне появится световой потолок. Сразу несколько крупных объектов украсят проспект Мира. Возле храма установят рождественскую рамку для фотографий. Дополнит праздничную атмосферу композиции из колокольчиков. Кроме того, у музыкальной школы имени Коха уже установили световой шар. Уже сейчас у администрации можно увидеть яркие цифры 2018. А через дорогу у пешеходного фонтана скоро появится декоративный световой шар. Внушительно не только в размерах, но и в цене. Эта самая дорогая иллюминация обошлась городу в 1 миллион 300 тысяч рублей. Световые консоли установят и на других улицах. А это еще 60 конструкций. Украсят площадку на месте старого рынка «Афганец» и привокзальную площадь. Здесь установят светодиодный фонтан. Также у нас предстоит облагородить улицу Держинского. Чтобы это было законченным каким-то видом. Чтобы мы могли радоваться, что у нас город насыщен во всех местах. И появились какие-то новые световые иллюминации. Соответственно, мы будем этим всем пользоваться. Ходить, гулять, открывать для себя каждый день что-то новое. Сотни огней украсит Ноябрьск уже к 25 декабря. Установкой иллюминации займется компания «Мегаполис» из Санкт-Петербурга. Все световое оснащение обойдется городу в 9 миллионов 700 тысяч рублей. Масштабную закупку в дирекции муниципального заказа объяснили тем, что оборудование прослужит много лет. Ежегодно светодиодные объекты будут устанавливать на новом месте, чтобы жители смогли по-иному взглянуть на привычные улицы и здания. Екатерина Бруцкая, Александр Паханов, Ноябрьск, 24. Череду новогодних праздников можно считать открытой. В четверг в Ноябрьск с официальным визитом в рамках своего путешествия по городам и поселкам округа приехал ямальский Дед Мороз Ямалыри. Сказочный герой посетил полтора десятка детских садов и школ. Побывал он также в детском доме «Семья» и социальном приюте «Гармония». Ямалыри вместе с ребятами спел несколько новогодних песен, поиграл в игры и, конечно, подарил подарки. Это первый визит ямальского Деда Мороза в наш город за последние несколько лет. В рамках этого новогоднего тура Ямал-Ири уже побывал в Таркас-Але, Губкинском, Муравленко и теперь в Ноябрьске. Ноябрьск, хочу поздравить вас с наступающим новым 2018 годом. Это год собаки, значит, год будет верный, верный, дружный год будет. Пожелать вам, чтобы этот год был легким, как снежинки, ярким, как северное сияние. Ямало-Ненецкий автономный округ готовится отметить очередную годовщину. 10 декабря исполняется 87 лет со дня образования субъекта. В преддверии памятной даты жителям города вручили награды. За профессионализм и добросовестный труд были отмечены 29 человек. Отчетные грамоты они получили из рук председателя городской думы. Среди награжденных сотрудники администрации, архива, ЗАГСа, а также представители рабочих профессий. Без слов благодарности не остались и медики центральной городской больницы. Очень приятно, что наш труд, труд медиков, был отмечен сегодня наградой председателя городской думы. Это говорит о том, что мы делаем добро, помогаем, спасаем людей. И, безусловно, будем стремиться к более качественному оказанию медицинской помощи. В Ноябрьске увеличилось число членов партии «Единой России». На конференцию местного отделения активистам вручили 23 партийных билета. Отделение политической партии работает в городе уже 17 лет. Ежегодные ряды ее соратников пополняются и сейчас в составе 1333 человека. В этом году в Ноябрьске они реализуют 16 проектов. В основном это помощь социально уязвимому населению и материальная поддержка семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. С января по ноябрь 2017-го со своими проблемами к представителям партии обратились более 500 жителей города. Проведено 168 приемов. Кроме того, «Единая Россия» регулярно проводит экологические акции, патриотические мероприятия и запускает волонтерские проекты. Отчитались раньше времени. Окружные власти высказали недовольство работы чиновников, ответственных за капитальный ремонт домов в нашем городе. Речь об этом шла в среду в Салихарде на видеоселекторном совещании с муниципалитетами. По информации окружного фонда капремонта, 24 ноября ноябрьские власти направили в их адрес уведомление об окончании работ и необходимости создания комиссии по приемке. Однако через несколько дней после этого работники фонда вышли на объект и увидели, что в трех домах ремонт все еще продолжается. Речь идет об адресах Ленина 19, Мира 46 и Транспортная 3. Работы касались завершающего этапа ремонта инженерной инфраструктуры. Там внутриделка стен листочных клеток не была доделана после прокладки кабельных линий в связи с ремонтом систем электроснабжения. В ряде домов трубопровод. После ремонта не было завершенной работы по утеплению трубопроводов, потом по установлению необходимым количеством крепежных элементов и так далее. Завершить работы на Ленина 19 и Транспортной 3 подрядчики должны были еще две недели назад. В конце октября журналистам Ноябрьска 24 представитель подрядчика сообщила, что фирма планирует закончить работы даже раньше установленного срока. Начали мы работать в августе месяце, пока материалы, пока все у нас поступило. И окончание работы по срокам у нас получается 21 ноября, но я думаю, что мы закончим раньше. По крайней мере стараемся. Почему в итоге график окончания работ соблюсти не удалось, сейчас будут разбираться власти. Что касается цифр по округу в целом, то капремонт сезона 2017 затронул 233 дома. И в 10 из них сейчас продолжаются работы. Кроме Ноябрьска, ремонт не удалось завершить в срок также в Надымском и Пуровском районах. Посещение батутного центра закончилось травмой. Городскую больницу прямиком из развлекательного заведения пришлось госпитализировать ребенка. Мальчик получил травму, прыгая на батуте. Сейчас он находится в стационаре. Причем этот случай травмирования не единственный за последний месяц. 19 ноября после отдыха в батутном центре в больницу также попал ребенок. 10-летний мальчик получил тяжелый перелом бедра. Ребенка пришлось прооперировать. Врачи отмечают, прыжки на батутах нередко становятся причиной травм. Поток оттуда с батутных центров достаточно большой. По амбулаторной практике я знаю, что могу сказать, что практически каждый день дети обращаются с травмами, полученные при посещении этих учреждений. Ну, тоже, конечно, в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев травмы не тяжелые. Ноябрьские студенты вернулись с чемпионата по профессиональному мастерству Обилимпикс. Он проходит в третий раз. Его участники – молодые люди, имеющие проблемы со здоровьем. Конкурс проходил в Москве в начале декабря. В сборную от нашего округа вошли два ноябрьца. В компетенции фотографии от округа выступал Константин Калмыков. Он занял девятое место. А второкурсник колледжа профессиональных информационных технологий Роберт Садыков стал 18-м в направлении малярное дело. Первое задание было – нужно фотографировать по 12 фотографий. Разных компетенций. Редактировать можно было фотографии? Нет, нельзя. Практически первое все выполнил. А во второй день какие были задания? Идет уже посношнее. Там нужно 5 фотографий. По одной профессии. По одной профессии. Из 13 человек 65 процентов, 65 баллов – это девятое место из 13 человек. То есть он вошел в десятку. Задание было на 30 процентов изменено. Значит, мы приехали, задание усложнили. Добавили второй вид жидких обоев. Соответственно, мы приехали, нас поставили перед фактом, как это положено. Изменяется задание. И, соответственно, ему было тяжело. На следующий день он выполнял задание. Ребята все работали на одной площадке. 21 человек участвовал. Все были с различных субъектов Российской Федерации. Ну, я довольна результатом. Я думаю, что нам нужно дальше идти, стараться, стремиться и совершенствоваться. Всего в соревнованиях Обилимпикс 2017 участвовало 925 конкурсантов со всей России. Конкурс проходил по 67 профессиональным компетенциям. Ямальцы в этих профессиональных испытаниях участвуют второй год подряд. Ребята приехали с очень хорошими результатами. Сейчас объясню. Дело в том, что у нас в прошлом году была компетенция ремонта обслуживания легковых автомобилей, которые ездят на национальный чемпионат. В этом году у нас малярное дело и фотограф-репортер. Это новые компетенции. Участники у нас включились буквально с сентября месяца и готовились активно. И я считаю, у нас было закуплено оборудование по фотограф-репортеру на полтора миллиона для Обилимпикс, для WorldSkills. И я считаю, очень хорошо участники наши отработали. Уже на следующей неделе столбик термометра опустится ниже 20 градусов. Декабрьские морозы не за горами. И у тех, кто к ним не подготовился, еще есть время исправить ситуацию. В ноябрьске работает выставка продажи Тольяттинской фабрики Кристи. Какие шубы и пальто на ней представлены, и куда отправляться за теплой обновкой, расскажем в следующем материале. Шикарно смотрятся, отлично сидят. Шуба – предел мечтаний каждой женщины. Безупречный крой, удобная посадка, качественный мех. В ноябрьск приехала Тольяттинская фабрика Кристи. В преддверии зимнего сезона наша фабрика рада представить вам большую коллекцию шуб из каракуля, мутона и норки европейского аукционного закупа. На выставке продажи представлен размерный ряд от 40 до 62. В наличии имеются изделия всех фасонов и цветов. Васильковый, ровали, аврора, бургундия. Меха короткие и приталенные с капюшоном и без. Своё изделие здесь найдёт каждая, даже самая привередливая покупательница. Ой, мне это очень нравится. Давно хотела такую длину шубки. Вот, мне полнятка, как раз морозы, тёпленькая будет, красивая. Очень хорошая моделька. Есть в арсенале и широкий ассортимент пальто. В наименовании их порядка сотни. Несмотря на лёгкость, это тёплые изделия. В них не будет холодно даже в минус 30 градусов. К тому же, выглядят такие вещи стильно и приноски удобны. К примеру, пальто из шерстеламы не мнётся, не скатывается и не выгорает. Вот это пальтишко. 70% хлопка. Утеплитель у нас идёт шерстепон, девочки. Шерстепон, не синтепон. Шерстепон – это намного теплее утеплитель, чем синтепон. Это синтетик, а это шерсть. Все изделия шьют по ГОСТам. У них имеется сертификат соответствия. Они проходят контроль качества. Это можно проверить, как говорится, не отходя от кассы. Все наши шутки прочипированы, пронумерованы. Можно проверить, не отходя от кассы. Фирма предоставляет гарантию на мех, а также скидки. Возможен как наличный, так и без наличный расчёт. Выставка продажи меховых изделий будет работать в ноябрьске всего несколько дней. По 10 декабря включительно. Покупателей ждут на втором этаже в торговом центре «Альфа». Он находится по адресу Советская, 79Б. Режим работы с 9 утра до 10 вечера. Эфир телеканала продолжит прогноз погоды. Не переключайтесь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова